Вершинова Мария Александровна, ПКФ «Майдан». Майдан? Мария Александровна. Ну, «Майдан» в татарском языке нормальное слово, Борис. Абсолютно. Без контекста и подтекста абсолютно. Как слово и даже в украинском. Тем более оно существует уже 23 года, тогда еще «Майданов» не было. «Майдан» существует давным-давно. «Майдан» — это просто площадь, по-тюркски, это просто площадь. Мой вопрос просто элементарен, и при наличии доброй воли законодателей решается очень просто. Проблема вот в чем. При подаче документов на получение или продление алкогольной лицензии розничной возникает часто ситуация, когда налоговый орган по запросу госалкогольной инспекции дает сведения о наличии задолженности по налогам у соискателя. В большинстве случаев это какие-нибудь мизерные пени по просрочке уплаты основных налогов и которые невозможно отследить на стадии подачи документов на лицензию. В частности, очень много есть арбитражной практики, где проигрывали суды и за 37 рублей, и за 12 даже рублей вот таких вот пени или налогов. В этом случае лицензирующий орган не просто отказывает в выдаче лицензии, но если искатель теряет от 65 тысяч до 195 тысяч госпошлины. Вот теперь вопрос, нельзя ли внести изменения в пункт 1 статьи 333 налогового кодекса и в закон 171 ФЗ регулирующий алкоголь, либо дать право нашей региональной госалкогольной инспекции решить на месте эту проблему путем введения в свои регламенты возможность повторного запроса у налоговых органов справки о задолженности соискателя лицензии после того, как соискателю станет известной недоимкой и он ее в срочном порядке погасит. Вопрос с алкоголерегулированием, сейчас идет разговор. Понятно, что это все казуистика, это все такие чисто технические вещи, которые не должны влиять на работу, но, к сожалению, у нас очень много все бюрократии. Это же касается вот эти вот налоговые справки, это же касается не только алкоголя, а вообще всего, практически получения любых лицензий, получения любых разрешений. Поэтому, конечно, это в целом система неправильная. Но, как ее решить, то ли на момент подачи не должно быть задолженности, но многие, честно говоря, практически-то мы решаем эту проблему, в общем, мы контролируем, я имею в виду, мы бизнес контролируем ситуацию, пытаемся, чтобы это... Не всегда вас слушали. Ну, просто на момент, конечно, там уже, когда они проверку делают, невозможно часто. Возникают эти проблемы. Но, тем не менее, ну, в общем, обсуждается, уже там конкретно обсуждается вопрос с Росалкогольрегулированием.